Дорогие друзья, все мы живем сейчас в период постпандемический, так называемый, когда очень многие люди, столкнувшись с заболеванием коронавирусной инфекцией, вынуждены после этого заболевания потом восстанавливаться. И вот, для того, чтобы облегчить вам эту задачу, для того, чтобы процесс восстановления шел наиболее полными и быстрыми темпами, под моим руководством один из лучших специалистов моей клиники, Иван Королевский, разработал гимнастику для восстановления после COVID-19 инфекции. Пользуйтесь этой гимнастикой на каждодневной основе. Она специально сделана не сложная, специально сделана так, чтобы можно было быстро и четко включить диафрагму, которая страдает при этом заболевании. Выключается диафрагма, легкие плохо работают, плохо вентилируются. И получить максимальный восстанавливающий эффект. Занимайтесь и радуйтесь. Ваш доктор Шишонин. Здравствуйте, меня зовут Иван. Я являюсь инструктором ЛФК в клинике доктора Шишонина. Предлагаю вам комплекс упражнений, направленных на улучшение наших состояний легких и также укрепление плечевого пояса, нашего шейного и грудного отдела. Для этого нам понадобятся гантели. Мужчинам желательно 2-3 килограмма, кто чувствует себя так более сильным 4 килограмма. Женщинам килограмм или 2. Также будем использовать мы гимнастический коврик, у кого он есть. Если его нет, можно использовать будет кровать. То есть прям лежа будем выполнять на кровати. Итак, приступаем. Первое упражнение. Одна нога на носочек, вторая на всей стопе. Мы будем делать движение как при ходьбе, поднимая и опуская пятку. Одновременно с этим у нас будет движение руками, как при ходьбе, только чуть побольше. На первых три раза мы делаем вдох, на остальные три выдох. То есть вдохнули три, ртом выдохнули три выдоха. Итак, начинаем. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. Начинаем. Раз, два, три, выдох. Закончили. Ноги поставили на ширину плеч. Вдохнули. Выдохнули ртом. Вдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Еще. Взяли. Гантели в руки. Ноги на ширине плеч. Делаем движение прямыми руками вверх с гантелями, отставляя одну ногу на носочек назад. Идет вдох. Опускаем. Выдох. Другой ногой. Вдох. Выдох. Начинаем. Раз. Вдох. Выдох. Два. Выдох. Закончили. Положили гантели. Вдох. Отдохнули чуть-чуть. Вдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Вдох идет прям глубокий. Выдох ртом. Вдохнули. 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 Положили. Положили на область шеи. Чуть выше ключица. Удохнули на сантиметра 3. И вращательными движениями делаем круговые Такие вращения рукой. С одной стороны. Раз 15-20. Размяли, размяли хорошо. И с другой. Так, чтобы у нас подключилось хорошо к работе. Шея. То же самое на задней поверхности шеи. Прямо покрутить, покрутить, пальцами понажимать. Отлично. Следующее упражнение. Для этого гантели используем. Ноги на ширине плеч. Приседаем. Руки через стороны. Поднимаем вверх. Соединяем гантели. Идет вдох. Выдох. Опускаем вниз. Итак, начинаем. Можно не делать глубокие приседания. Достаточно до половины, даже может быть меньше. Сгибать ноги в коленях. Начинаем. Вдох. Соединили. Выдох. Отлично. Положили гантели. Вдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Еще раз. Вдохнули носом. Выдохнули ртом. Еще разочек. Следующее упражнение. Руки опустите вниз. На вдохе резком через нос мы поворачиваем голову в сторону. Ртом выдыхаем неслышно. Поворачиваем в исходное положение голову. Только в правую сторону. То есть делаем. И выдох ртом неслышный. Вот такие движения. Начинаем только в правую сторону. Носом вдох. Выдох ртом. Отлично. То же самое в левую сторону. Хорошо. Берем одну гантель. В одну руку. Рука прямая внизу. Голову наклоняем со вдохом носом. Таким же резким. И поднимаем плечо к голове. Обратное движение. Вдох. Выдох. Наклоняем голову и поднимаем плечо. Вдох. Обратное движение. Именно ртом. Носом. Носом вдыхаем. Ртом выдыхаем. Вот такое движение. Начинаем в правую сторону. Вдох. Отлично. Поменяли. В другую руку гантель. Наклоняем теперь в левую сторону. Поднимаем левое плечо вверх. Отлично. Берем две гантели. Перед собой держим. Поднимаем их до уровня плеч. Идет выдох. Обратное движение. Вдох. Выдох. Вдох носом. Выдох ртом. Носом вдыхаем. Начинаем 15 раз. Делаем вперед. Вдох. 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 Поднимаем руки в стороны до уровня плеч, идет выдох, обратное движение, вдох. Начинаем. Отлично. У тех, у кого кружится голова при этих упражнениях, делайте их сидя. Возьмите табурет, сядьте, аккуратненько. Темп выполнения можно менять, не спеша, то есть делать более медленно. Главное, чтобы избежать сильного головокружения. То есть оно потихонечку будет проходить, потому что легкие у нас будут работать все лучше и лучше. Берем гантели в руки, перед собой соединяем их ладонями к себе. Тянем к подбородку руки, локоть при этом вверх. Идет вдох, грудь прям развернуть, вдохнуть, выдох вниз. Начинаем. Отлично. Положили гантели. Берем гимнастический коврик или ложимся на кровать. Нам понадобятся гантели. Ложимся на коврик или можно использовать просто кровать. То есть лечь прям на кровать. Взять гантели. Ноги согнуты, находятся в коленном суставе. Руки выпрямляем перед собой. Гантельки свести вместе. На вдохе отводим руки за голову. Идет вдох глубокий. Выдох перед собой. Выпрямляем руки до уровня плеч. Ниже уже не нужно. Итак, начинаем. Вдох. Выдох перед собой. Выдох перед собой. Достаточно. Теперь разводим прямые руки с гантелями в стороны до касания. Идет вдох, выдох. Скрещиваем руки перед собой. То есть проводим гантели дальше. Исходное положение. Вдох. И меняем скрест на другой выдох. Итак, руки в стороны. Начинаем. Выдох. Вдох. Талее. Вдох. 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 Отлично. Теперь гантели мы должны положить на живот. Они будут использоваться как отягощение. Ноги выпрямляем, руками поддерживаем гантели. На выдохе выпячиваем живот. Выдох идет ртом. На вдохе втягиваем живот. Гантели прям вниз опускаются. Выдох. Вдох носом. Начинаем. Это упражнение можем использовать до 5 минут. То есть оно делается, скажем так, от 1 минуты до 5. Тут уже по самочувствию, в общем-то, как наращиваем нагрузку. Теперь делаем противоположное первому движение. Мы на вдохе выпячиваем живот. Поднимаем его вверх, получается. На выдохе втягиваем. Идет наоборот. Теперь вдох. Выдох. Поехали. Используем то же самое. Минуту, если легко, до пяти минут это упражнение. Все, после этого гантельки положить. И встаем не спеша. Делаем заменочку, растягивающее упражнение для мышц шеи. Руки положить на затылок. Опустить голову. Руки не давят. Они как для веса. Просто положите их и расслабьте шею. Чувствуете натяжение, растягивается задняя часть шеи. Подержать 15 секунд. Расслабить шею. Достаточно. Одну руку положить на височную область. Наклонить голову. Вторая рука прямая. Тянем ее вниз. Чувствуем натяжение в шейном отделе сбоку. Подержать в одну сторону. 15 секунд. И поменять руки. В другую сторону тоже самое. Наклонили голову. Прямую руку тянем вниз. Достаточно. На этом наша гимнастика подходит к концу. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Пишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы! Продолжение следует...